Нормально кушать и не захламлять свой организм всякой ерундой, в виде майонеза и всякой жирной колбасы, которую кладут в оливье. Азель Резванова из Казани в этом году отказалась от калорийной пищи и алкоголя и начала вести здоровый образ жизни. Теперь у нее будет трезвый праздник. Я раньше просыпалась, хоть я и молодая, мне там лет сколько, 28, просыпалась и уже разбитая была. А сейчас я просыпаюсь и думаю, как классно жить, впереди новый день. Как говорят татарстанцы, по опыту прошлых лет у многих уже появились свои правила новогоднего застолья. Основные ошибки у многих это когда, если они слишком много переедают, или если выпивают, наоборот, мало кушают. И выпить не мешает, и закусить не мешает. Должна быть мера. Обжорство вредно. Сейчас вообще не пью. Мне кажется, без этого хорошо как-то. И ни голова не болит, и ничего. И здоровый образ жизни. Сейчас это модно. Специалисты отмечают, традиционный новогодний стол опасен тем, что на нем много салатов. Их много едят. И некоторые, например, оливье или сельдь под шубой очень калорийные. При таком меню можно легко получить проблемы с желудком. Если хочется подобных традиционных каких-то салатов, каких-то блюд, то тогда уже либо это делать порционно и маленькими порциями, либо уже использовать вместо майонеза какие-то другие продукты, которые очень похожи. Тем более в ночное время наш организм не приспособлен полноценно к тому, чтобы перерабатывать всю эту тяжелую пищу. Когда там и салат, и второе, и какие-то закуски. Это может быть очень опасным. Большую опасность представляет алкоголь. Токсична любая доза, любых градусов. Через полгода употребления такого напитка, как пиво, видно, что есть изменения такие, как у женщины. Там начинают расти усы, есть определенные изменения эстетические лица. У мужчин это геникомастия, грудь начинает расти, да, и округляться по женскому типу бедра. То есть это один из самых опасных напитков, который вызывает действительно серьезный гормональный сбой. Медики предупреждают, при употреблении алкоголя сознание человека может резко измениться. И важно не пропустить тот момент, когда нужно остановиться. Иногда уже за этой легкой степенью сразу же, в зависимости от количества употребленных, наступает средняя степень. Алкогольного опьянения – это та стадия, когда уже меняется состояние человека. Речь становится уже неоживленной, речь становится уже монотонная, дезартричная. Когда человек начинает вести себя неадекватно, веселится, дурачится, нарушается координация движений. Он может и подскользнуться на улице в состоянии алкогольного опьянения, тем более сейчас, вот вы знаете, гололед. Не дай бог еще сядет за руль. Ну и такой человек, конечно, может уснуть и в сугробе. И уж совсем не следует покупать алкоголь с рук. Так в Казани в 2021 году отравилась компания из 13 студентов. В канистрах жидкость, органолитические свойства, которые были очень, скажем, приятные, и не было даже вкуса алкоголя. Все было сладко, вкусно, но, к сожалению, потом вся компания попала к нам в реанимацию с отравлением метиловым спиртом. Родителям важно знать, куда уходят их дети праздновать Новый год. Они собираются какими-то квартирниками, у друзей и так далее. Алкоголь они всегда покупают. Даже если они вам говорят, что ни за что, никогда, обязательно, нет, 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 мы не купим ничего, точно будет алкоголь. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Конечно, здесь надо еще раз проговорить о всех опасностях. Также медики советуют не входить в многодневный марафон застолий. Антишоковая терапия порой занимает несколько дней. То есть все праздники можно провести в токсикологии. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.